здравствуйте друзья у нас уже третью неделю льет дождь и ночная температура не превышает 9 градусов и хоть мои розы и обработаны фунгицидами но моя розочка фламентаз очень подвержена ржавчины грибку от которого очень тяжело избавиться вот эти яркие желтые пятна на листьях иногда на стеблях и на бутонах это и есть ржавчина я сейчас вам покажу как цвела моя розочка в прошлом году за розами нужно следить каждый день лечение ржавчины нужно начинать незамедлительно и только при помощи системных фунгицидов которые проникают внутрь растения и убивают грибок изнутри контактное средство не помогут в лечении ржавчины поэтому внимательно смотрите на инструкцию и описание препарата которым вы собираетесь пользоваться при появлении симптомов ржавчины на розах требуется незамедлительно удалить больные побеги обрезать их по максимуму не жалея весной до начала вегетации приствольный круг земли нужно обрызгать фунгицидами содержащими медь осенью розу и почву вокруг обрабатывают железным купоросом я свою розу не обрезала потому что она у меня вот такая вот красавица трехметровая мне и было очень жаль поэтому я стараюсь брызгать ее фунгицидами и сейчас буду использовать tilt потому что я считаю что вылететь ржавчину на розах народными средствами полностью практически невозможно tilt мне очень нравится это средство против болезни стебля и листьев мучнистой росы уидиума курчавости листьев на персике серой гнили пятнистости ржавчины септериоза и других грибковых заболеваний именно tilt в прошлом году я вылечила свою фламентацию всяком случае немножко спасла содержимое ампулы которая находится в этом пакетике необходимо растворить 8 литрах воды и опрыскивать наши розочки в тихую не жаркую погоду все друзья пошла спасать свою фламентацию вам искренне желаю чтобы ваши розочки ничем не болели